Мир вам, братья и сестры! Слава Богу! Я прочитаю некоторые места со Слова Божьего, и мы будем рассуждать над Словом Господним. Первое место Слова Божьего записано в 77-м псалме. Я выборочно возьму с 4-го стиха. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. 6-й стих. Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Что возвещали? 7-й стих говорит. «Возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Второе послание к Тимофею, 2-я глава, 8-й стих. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». Братья и сестры, из этих двух текстов хотел бы напомнить Слово Божье, чтобы мы помнили Господа Иисуса Христа. И первое место говорит «Помни дела Божьи». Я понимаю, тема или девиз сегодняшнего служения – это молите Господина Жатвы, чтобы Он выслал делателей на Ниву Свою. Вчера проповедовалось Слово Господне, возвещалось об освящении. И, как передо мной напоминалось, это хороший порядок, когда человек освященный, Господь дает ему работу в Своем винограднике. И когда мы говорим о труде на Ниве Божьей, братья и сестры, наверное, это уместно, когда мы говорим о труде на Ниве Божьей проповедующему, наверное, уместно говорить, основываясь на Слове Божьем. Но Слово Божье не просто представлять народу, а сопоставлять со своей жизнью, что в моей жизни помогло мне служить Господу. Я благодарю Бога, который благословил нашу поместную церковь, там, Сакраменто, хорошими братьями, служителями. И Бог дал в нашей церкви некоторых братьев, которые, когда я еще в первый класс шел, они уже в то время вели церковь, где-то были ответственными в городах, в церквях, за служение. И я им помогаю, мы вместе стараемся служить Господу. И я так смотрел на свою жизнь, оглядываясь, что помогло или что держит нас в служении, меня лично, служить Господу. И апостол Павел говорил к Тимофею, к молодому служителю, зная, что время отшествия его подходит уже, что с этой земли надо уходить, и наставление этому молодому служителю кто-то бы сказал, «Ну, Павел, скажи что-то более, наверное, глубокое. Разложи, как говорят, по полочкам». Но он сказал, «Суть, что является сердцем всякого трудящегося на Ниве Господней. Помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых». Помни Господа, какой подвиг Он совершил на Голгофе. Помни Господь все во всем, все через Него, им и к Нему. Братья и сестры, и эти дни прошли. И сегодня завершающее служение этого молодежного, молодежных собраний. И пройдет это собрание. Что останется после этого собрания? Все, что останется, это память. Такого собрания, как сейчас, уже никогда не будет. Будут другие служения. Да, мы верим, надеемся, молимся, Господи благослови, чтобы и дальше было устройство, чтобы можно было собираться, не было никаких препятствий. Но такого собрания, как сегодня, уже никогда не будет. Оно уйдет в прошлое. Что останется? Память. Память имеет большую силу. И бывают, когда люди не хотели бы что-то иметь в своей памяти, а не хотели бы стереть. Я встречал такое, когда человек говорит, я хотел бы не помнить вот этого, что происходило у меня в жизни, чтобы кто-то взял с моей головы, вытащил и убрал. Но есть другое, что приятное. Когда-то мне один человек говорил, я посещал одного старца, который был при смерти. Я спрашивал, дедушка, что вы чувствуете? Он долгое время лежал больной, не вставал, года проходили, не вставал с кровати. И он говорит, знаешь, как я чувствую свою жизнь? Она как наводнение. Проходит, и вот как разливается вода и несет, и все, что подхватит, она тащит, несет. Когда проходит что-то с памяти неприятное в моей жизни, что было, я плачу. Но порою где-то мелькнет что-то доброе, что-то хорошее. Я вспоминаю, как Господь являл милость, и мне приятно становится на сердце. И Господь говорил, и Моисею говорил, смотрите, когда Бог ведет вас в обитованную землю, когда все у вас будет хорошо, не забудьте Господа, помните о Боге, помните Бога. И память о Господе, о Его чудесах, о Его знамениях, она держала Израиль. Они ходили в страхе перед Богом. Иногда думают и говорят, ну вот раньше было так, сейчас этого нету. Братья и сестры, каждый день у Израиля море тоже не расступалось направо и налево. Это было давно, Черное море расходилось, но всякий раз, когда Израиль начинал вспоминать это присутствие Божье, сходило на них. Они помнили руку Божью, которая вела их, помните дела Божьи. И хорошо, когда мы помним дела Божьи. Я недавно говорил с одним человеком, который говорит, я помню еще в своем детстве, когда была сильная молитва, аж стены в доме шевелились, сошла слава Божья. И когда этот человек говорит, я вижу, его наполняет Господь, он плакать начинает, помнит о делах Божьих. Я помню, был я когда-то на Кавказе и зашел в дом одного человека с братом, пресвитером Бесланской церкви. Мы заехали в дом одного человека, и он начал вспоминать. Вот этот человек знаком был мне немного. Он говорит, далеко еще 81-й или 2-й год я заболел на рак. У меня был рак горла, и через горло шла кровь постоянно, и дошло до такого, что я уже не мог толком передвигаться. Врачи отправили домой умирать. И мы, говорит, услышали вещь, что там где-то в Узбекистане, в городе Черчик, молятся за больных, и Бог исцеляет. И мы написали письмо. Если мы приедем, можете помолиться за нас. Это письмо мой дедушка читал на братском общении. Братья дали ответ, приезжай. И этот человек мне лично рассказывал, говорит, меня с самолета под руки выносили. Но мы опоздали, рейс немножко задержался, собрание уже прошло. И я сильно расстроился. Но его привезли в дом моего дедушки, который был пресвитером там церкви. Были еще некоторые братья собраны и начали молиться за него. Когда положили на него руки свои, он пал ниц перед Богом под присутствием силы Божьей. А потом соскочил и выбежал с дома. Его родственники были как-то в таком изумлении, хотели за ним бежать. Мой дед сказал, не бегите, он вернется. Рядом стояла многоэтажка, и этот брат начал забегать на пятый этаж и вниз, на пятый этаж по лестницам и вниз. И платком трогает слюну свою, а кровь не идет через горло. Бог исцелил. И я говорил с ним, когда ему было 83 года. И он говорит, я живой, милостью и силой Божьей. Помните дела Божьи. На этом месте есть те, которые пережили силу Божью, прикосновение Духа Святого, которые знают, что церковь не сломает ни Оковы, ни КГБ, ни Сибирь. Церковь была, есть и будет до пришествия Христа. Ее ведет сам Господь. Помните дела Божьи. Когда мы говорим об этом, кто-то может скажет, брат, сегодня здесь все собраны, которые помнят о Боге. Но я не о том хотел бы сказать. Если бы я задал вопрос, помните ли вы, где находится молитвенный дом по этому адресу? Вы все знаете, вы знали, куда приехать. Вы знали время, в которое надо было прийти на это служение. Вы помнили? Когда мы склоняемся молиться, Отче наш, вы все молитесь, вы знаете хорошо молитву, Отче наш. Когда поем псалмы общим пением, некоторые псалмы, нам не надо заглядывать в песенек, мы помним их наизусть. Но я не о том хотел бы спросить, а чтобы каждый из нас заглянул себе в душу, как Писание говорит, вникай в себя, вникай в свое сердце, помнишь ли ты Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых? Является ли Он центром твоей жизни? Не просто знать, как, что делать. Апостолы когда-то говорили, научи нас молиться. И мы учим тоже, как молиться, но мы учим, как молиться. Они не спрашивали, как молиться. Они спрашивали, научи нас молиться, как ты молишься, чтобы был результат, чтобы Отец Небесный открывал двери небесные и приходил ответ. И Господь научил. Он сегодня на этом служении проходит своим рентгеном по каждому сердцу и задает тебе вопрос, помнишь ли ты Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых, когда-то обличая свой народ Господь Духом Святым сказал, и это записано в книге пророка Иеремии, 2 главе 32 стих. Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой, а народ мой забыл меня нет числа дням. И Господь говорит не к язычникам, Он не говорил к филистимлянам или коммунитянам, Он говорил к Израилю, народу, который приносил жертвы, который приходил в храм, которому читался закон, а Бог обличая говорил, Израиль, народ мой, забыл меня. И Он говорит даже дальше более такие строгие слова нет числа дням. Они забыли меня, они делают это по инерции, как по обряду, но присутствие Божье больше не опускается, у них не текут слезы покаяния по щекам, народ мой забыл меня, нет числа дням. И ставится такой пример, может ли невеста забыть наряд свой, Господь задает вопрос, братья и сестры, вы встречали так, чтобы было, чтобы невеста свой наряд забыла, чтобы, может быть, жених стоял, кортеж машин готов, с цветами готов встречать, а ему говорят извини, платье найти не может, куда-то поклала, где-то спрятала, найти не может, такого не бывало, даже такого вспомнить не могут, чтобы невеста свой наряд забыла. Мне Господь дал, вторая дочь выходит замуж, через пару месяцев, два месяца еще, но свадебное платье висит уже в комнате у нее, накрытое покрывалом, чтобы не пылилось, но оно висит на центральном месте, и все ее уже заботы, переживания, это уже о брачном, этом торжестве, туда все внимание, она не забудет свой наряд, она переживает за свой наряд, чтобы все было по размеру, чтобы было все прилично, как правильно невеста переживает за свой наряд. Господь говорит, что если наряд, который одевается на один день, и люди так ценят, то те же самые люди, они забывают о Боге, который дал им жизнь, который дал им благословение, устройство, народ мой забыл меня, нет числа дням, когда же люди забывают о Боге, я думаю, это касается сегодня нас больше, я думаю, Украина помнит о Боге больше, чем мы сегодня, когда рвутся ракеты, когда вываливаются стекла, когда кто-то сидит в подвалах без воды, они помнят о Боге, но бывает другое время, когда люди забывают о Боге, книга пророка Осии, 13 глава 6 стихи, говорит, имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня, когда сытый человек, голодный помнит о Боге, и мы встречали тех людей, которые прожили голод, которым было тяжело, они помнят о Боге, они знают, что такое цена хлеба, пресыщенный человек, пресыщенный хлебом насущным, пресыщенный может быть, когда молитвенный дом открыт, в любое время можно прийти, никто не гонит, когда у них были пажити наполненные, когда они ели и насыщались, Писание говорит, они забыли меня, братья и сестры, когда у нас переживания не так бывают в жизни, я помню, когда-то один человек, у него сын умирал, и он на руках вынес его и встал под яблоней и плакал, этот человек был приближенный, не член церкви, Господи, если ты спасешь моего сына, я буду служить тебе, я дам тебе всю жизнь, и Бог помиловал, Бог исцелил его сына, прошло время, и на одном молитвенном собрании Дух Святой проговорил к нему то, что только знал этот человек, вспомни, что ты обещал мне под яблоней, тот человек забыл уже, вспомни, ты забыл, Бог не забыл, Бог не забыл, когда ты стоял в водах водного крещения, когда ты говорил, моя совесть будет чистой, мои глаза будут чистыми, мои руки будут чистыми, мои уста будут чистыми, может быть, ты забыл или забыл, а Бог не забыл, Бог это помнит, что ты обещал. И он говорит, сегодня тебе и мне помни. Когда-то одна сестра говорила за свою маму. Она говорит, когда вошла в глубокую старость, у нее стали большие проблемы с памятью. Она перестала помнить и узнавать даже своих детей. Верующая всю жизнь, многодетная мама. И она говорит один раз, я сидела рядом с ней и говорила вопрос, который я задавала ей каждый день. Мамочка, вы помните меня? Я дочь ваша. Вы помните, как меня зовут? Она так сжимала плечи. Говорит, не помню. Я знаю, верю, что ты доченька моя, но не помню. Мама, помните вот того? Не помню. А помните это? Не помню. Мамочка, а что вы тогда помните? И она сказала, я помню, что я дитя Божье, и я омыта кровью Иисуса. Я помню, что мои грехи прощенные, и я иду в небо. Братья и сестры, а больше ничего и не нужно. Когда грехи наши прощенные, когда мы омыты, очищены кровью Иисуса. Помни, Господа Иисуса Христа, от семени Давида, помни. Я тоже, когда приехал в Америку, мне было 12 лет. И здесь я заканчивал уже и джуниор-хай, и хай-скул, проходил все эти этапы молодости здесь, а в этой стране. Братья и сестры, я много видел, как люди падают в грех, когда начинают курить первую сигарету, когда попадают в первые проблемы, когда их совесть попадает в такое состояние, где она уже опороченная. И если сказать, что тебя держало от всех этих грехов, одно единственное. Я помнил с моих меньших лет, сколько я себя помню, отец и мать, мои прародители наставляли и говорили, помни Господа, помни Иисуса, помни, что ты дитя Божье, помни, что за тебя большая цена была заплочена, чтобы совесть твоя была чистая, помни, Христос потел кровавым потом. Помни это. Проходило время, когда выбирали на служение, и рукополагали мне было 21 год, и как-то внутри было какое-то волнение. Кто-то шел в бизнес, кто-то садился на трак, кто-то занимался чем, у нас уже женой было двое деток, и единственное, что держало меня и толкало меня служить Богу. Помни Господа Иисуса Христа. Может быть, в этом собрании кто-то в этой суете жизни забыл о Господе. Ты знаешь, как молиться, отче наш, ты знаешь, где собрание находится, но жизнь твоя как-то оторвалась от общения с Богом. Бог хочет иметь встречу с тобой здесь, сегодня. Он хочет снять тяжесть твоего греха. Он хочет обновить твою совесть. Он хочет дать тебе это желание Богу послужить в своей жизни, а дать свою юность в свои дни жизни для Господа. У Бога встреча запланирована здесь, а с тобою. Мы будем молиться сейчас. И если есть те, которые переживают это внутри волнение, ты знаешь, что Бог говорит к твоему сердцу. У нас нету таких обычаев вытягивать кого-то, вызывать, просить. Но если Бог касается твоего сердца, ты знаешь, что надо сделать. Выйти, преклонить свои колени, открыть свое сердце пред Богом. Сказать, Господи, виноват перед тобою. Может быть, да, таких больших у кого-то и падений не было, но чувствую, нету этой духовной жизни. Бог здесь. Он хочет обновить тебя, духом своим святым наполнить. Давайте мы встанем для молитвы. Мы будем молиться. И если есть нуждающийся в прикосновении Божьем, а может быть, в исповеди, Господь тебя ждет на этом месте. Молимся.